О бизнесе вы заговорили. Этот закон насколько поможет бизнесу реализовывать, собственно говоря, свои планы и действия в стране? Он нужен бизнесу зачем? Зачем нужна свобода информации? Ну, я думаю, любой бизнесмен понимает, что такое коррупция. Любой бизнесмен понимает, что такое свобода от коррупции. Достаточно общо звучит. А если на примерах, а если спуститься, детализировать? Я не являюсь экспертом в этой сфере, именно как по бизнесу. Я не бизнесмен, я сотрудник международной организации. И я рассматриваю это как на возможность ведения бизнеса в условиях, свободных от коррупции. Где свобода информации как раз таки позволяет опубликовать данные, использовать широко средства массовой информации. Свобода средств массовой информации. Вы тоже понимаете, что это бизнес. Насколько сегодня СМИ свободны в ведении своего бизнеса? Ну, я так понимаю, взяточникам станет труднее брать взятки. Госорганам необходимо будет любезно предоставлять информацию о тендерах, не шифровать ее, нести ответственность за то, что там внесены какие-то неправильные наименования. Это будет наказуемо, в общем-то. Пока сейчас это будет наказуемо только в административном порядке. Потому что госорганы очень сильно боятся уголовной ответственности. Естественно. И они всячески уклоняются от того, чтобы... Внедрить уголовную ответственность, да? Да, внедрить уголовную ответственность за непредоставление информации. Вы заговорили о СМИ. Да. И я журналист. Я не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения получения информации, потому что мы-то работаем с ней. Это наш хлеб. Информация наш хлеб. Ну вот пример. Давайте поговорим о том, что такое легкость ведения бизнеса для СМИ. Мы говорим о непредоставлении информации государственными органами. Давайте посмотрим на анализ, проводимый фондом АДИЛСОС за последние 20 лет. Посмотрим, что, наверное, 80-90% случаев нарушений в средствах массовой информации является непредоставлением государственными органами информации. При том, что существует закон о СМИ. О чем и речь? Который обязывает... В законе это, да, у нас есть закон, он не исполняется. А новый закон примут, и он также, может быть, не будет исполняться. Ну, это говорит о качестве законопроекта и о качестве взаимодействия между гражданским обществом, между людьми и государственными органами. То есть, да, действительно, появились новые законы, которые ограничивают деятельность СМИ. Ну, в частности, это криминализация клеветы и оскорбления. Уголовные наказания в случае, если вы распространяете неправильные сведения, неточные сведения. Это же влияет на ваш бизнес. Но если информация будет опубликована, если госорганы будут предоставлять информацию, вы же будете давать точную информацию, правильно? То есть, как граждане запрашивают. В этом случае, значит, меньше будет уголовных дел в средствах массовой информации. Значит, журналисты будут себя чувствовать более свободно и могут говорить о случаях коррупции. Сейчас вопрос коррупции, к сожалению, наверное, закрыт. Журналистские расследования прикрыты. Люди перестали доверять средствам массовой информации. Это непосредственно влияет на бизнес. Последний вопрос, Сергей. Как вы думаете, стакан наполовину полон или наполовину пуст? Предположим, что будет принята нынешняя версия законопроекта. В него не будет внесено никаких значительных корректив. И, в общем, экспертное сообщество международное оценивает его как такой. Не самый лучший вариант, да? То есть, надо будет там потом дальше дорабатывать. Ну, такой для галочки законопроект могут принять. И все-таки это наполовину полный стакан или наполовину пустой? Вы скорее оптимист или реалист с пессимистом перемешанный? Как вы смотрите на это? Ну, представьте, я уже 10 лет этим занимаюсь. Я, конечно, реалист. Я оптимист, потому что я верю в то, что закон будет принят. Качество закона, к сожалению, далеко, наверное, не уйдет от 60 баллов. Я думаю, ну, может быть, 70 мы добьемся. Хотя кто знает? Вот последний раз мы в парламенте говорили с Гульнарой Мустахимовной, Которая сказала, нет, мы алгоритмизируем вопросы, связанные с рассекречиванием информации. Если она проявит, так сказать, настойчивость, и господин Ашимбаев тоже, я тоже понимаю, что он с оптимизмом воспринял ее фразу, возможно, будут какие-то подвижки, и закон станет более качественным, более лучше. То есть в этом плане я оптимист, потому что у нас нет диктата со стороны международных организаций, что вот вы сделаете так, нет такого. Конечно, идут какие-то советы, может быть, стоит улучшить эту практику, да? Но если он будет принят вот в этом виде, в том виде, в котором он сейчас обсуждается, какие последствия? Появятся умные ребята в Казахстане, появятся какие-то наши местные Нурбеки и Токтакуновы, которые предъявят иск государственным органам. Был запрос по поводу количества казней в Кыргызстане. Ну, естественно, эта информация была засекречена. Ну и потом пошел иск в вышестоящие органы, в Совет Европы и так далее. Естественно, они были позитивно решены, эти вопросы. Информацию в конечном итоге предоставили. Идут иски, понимаете? Будет такое взаимодействие. Если государство начнет терять в этом плане, потому что у нас ведь тоже не дураки сидят, люди-то умные, тоже начнут соображать, как на этом сделать деньги. И в этом случае нужно ожидать некий поток неких умных действий со стороны гражданского общества. Поэтому лучше их урегулировать до того, как закон будет принят. Последствия будут интересными. Последствия в любом случае будут интересными. Примут ли законопроект, который сейчас начинает рассматривать парламент в том виде, в котором он был сформулирован весной и был подвергнут такой вот мягкой критике со стороны международного экспертного сообщества. Или он все-таки будет доработан. Нас ждут интересные времена. Информация в любом случае будет доступнее. И каждый из нас, жители Казахстана, сможет, если захочет, конечно, если у него появится такое желание, спросить любого государственного чиновника, а что ты делаешь, какова твоя отчетность, сколько денег ты потратил на то или на это, и в конечном счете мы все вместе сможем улучшить нашу с вами страну. Спасибо большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»